На Анастасию Луговую напал мужчина, который ехал с ней в одном поезде Мариуполь-Киев. Недоброжелатель избил телеведущую и хотел надругаться над ней. Все это происходило прямо на глазах шестилетнего сына теледивы. О произошедшем рассказала сама Анастасия Луговая. Ведущая ток-шоу «Полезная программа» на телеканале Интер написала в социальных сетях, что получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы. Вчера около трех часов ночи на меня напали. В купе я была с сыном. Проснулась от ударов. Неизвестный зашел в наше купе, он был в трусах, заблокировал дверь и начал бить меня. Затащил в постель. Я кричала, проснулся сынок. Сын начал орать, не бей маму, сообщила она. По словам Анастасии, мужчина попытался ударить и ребенка. Тогда Луговой пришлось сказать злоумышленнику, что выполнит любую его просьбу. Он перестал агрессировать, снял трусы и начал ко мне подбираться. Я попросила немного подождать, потому что сын не спал. Пока я успокаивала ребенка, голый мужчина гладил мои ноги. Я поняла, что надо как-то его вытащить из купе. Предложила ему выйти, чтобы сын ничего не видел. Он согласился, завернувшись простыней, довел меня до своего купе, добавила Луговая. Когда ведущая оказалась в купе нападавшего, она обнаружила на столе дыню и торчащий из нее нож. Подумав, что мужчина может ее зарезать, Анастасия решила не кричать. Но в то время сын начал плакать и звать меня. Я подумала, что это шанс спастись, поэтому предложила выйти и успокоить сына под предлогом того, что ребенок может разбудить всех. Он отпустил меня, но сказал вернуться. Выйдя из купе, я столкнулась с сыном, мы босиком побежали к гиду, заявила теледива. Луговая с ребенком пришла к проводнице своего вагона просить о помощи, но та на это никак не отреагировала. Скрыться от нападавшего Анастасии помогла женщина уже из другого вагона. На тот момент до Киева оставалось ехать еще несколько часов. Известно, что злоумышленника уже задержали. Полиция и прокуратура готовят ему подозрения по статьям, нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования. Полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Герасченко.